Ребят, привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео мы с вами поговорим о том, как Xbox разнес все планы PlayStation. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вам несложно и вы хотите его поддержать, ну а также ловите промокодик на онлайн кинотеатр ОКО, который подарит вам подписку премиум на 45 дней. Если что, ссылку на активацию оставлю в описании. И давайте начнем. А начнем мы с того, что сеть до сих пор не успокаивается после того, как команда Xbox заносила цены Xbox Series S. Напоминаю о том, что данная консоль будет стоить 300 баксов или 300 евро, соответственно, в зависимости от региона. И так как мы относимся больше к Европе, то у нас он будет стоить 26 990 рублей, что прям ну нереально вкусно. На самом деле, я до сих пор не видел ни одного человека, которому бы не понравилась бы эта цена. Дело в том, что эта дешевая и самая компактная консоль нового поколения может, самое главное, запускать новые игры. Также она получит поддержку трассировки лучей, сможет запускать игры до 120 FPS, но единственное, в ней не будет разрешения 4К. Майки на самом деле большие молодцы, что они прочухали то, что многим пользователям не важно разрешение, а важны как раз таки кадры в секунду. И когда на рынке появляется консоль дешевле, чем остальных, и которая в принципе может практически все то же самое, что и все другие консоли, то в принципе у простого потребителя сразу же падает выбор на Xbox Series S. Как по мне, это сразу же победа в бюджетном сегменте. После такого шага от команды Xbox, мне кажется, все планы PlayStation жестко пошатнулись. По слухам, Sony пересматривает свои цены и метится в 400 баксов за версию без дисковода и в 500 с версию с дисководом. Кстати, опять же, по слухам, изначально Sony планировала поставить цену намного выше, где-то на 50, а может быть даже и на 100 долларов. То есть, понимаете, да, что если бы Xbox не шагнул бы первым, то в принципе могло бы быть такое, что новые консоли стоили бы еще дороже. Какая будет цена у Sony, без понятия, но опять же, есть версия, что они метят все-таки на 400 и на 450 баксов. Но знаете, мне кажется, что цену Xbox Series S они ни в коем случае не обойдут. Я, кстати, полил многие паблики PlayStation, ну, после того, как заносили Xbox Series S. И знаете, большинство все-таки даже в этих пабликах отнеслись очень положительно к цене Xbox Series S и прям вот реально рады тому, что они поставили такой ценник. Конечно, в некоторых случаях не без фанатизма, но такие моменты я разберу, наверное, в одном из следующих видео. Ну, если вы понимаете, о чем я. Знаете, если PlayStation в этом случае не поставит ценник ближе к Xbox Series S или не поставит хотя бы вровень с Xbox Series X, то в принципе они должны будут показать тогда такие эксклюзивы, чтобы все-таки большая часть аудитории посмотрела именно на эксклюзивы и забила бы на цену. Ну, как бы надо как-то переманивать народ. Но пока Sony этого не сделала, как по мне, она находится сейчас немножко в проигрышном положении и часть аудитории, которая относится к малому и среднему заработку, она потеряла очень большую часть. Я, в принципе, не раз говорил, что цена это один из важнейших факторов при выборе консоли и здесь, в принципе, Xbox реально удивил. Несмотря на эти терафлопсы-эксклюзивы, ребята, они, в принципе, понимают, что выгоднее и выгоднее намного получается Xbox Series S со своими подписками. Если ты покупаешь подписку Ultimate, да, еще с учетом того, что в Ultimate добавится EA Play, да, если ты ее приобретешь, к примеру, на 2 года, ты 2 года не будешь париться об играх вообще. Да, я понимаю, что в этой подписке очень много инди, но для тех, кто не играл и у него не было консоли, это, ну, просто подарок для нового поколения. Как мы с Виджилом решили, это просто гена на, гена на, возьми Xbox Series S и играй на здоровье. Как бы вы ни спорили, но тех, кто нуждается в подписке Ultimate и те, кто не играл, там, в предыдущие игры, которые вышли на Xbox One, таких пользователей, на самом деле, очень много. О чем вообще речь, если многие сидят до сих пор на Xbox 360, и когда, в принципе, они увидят цену на Xbox Series S, по-моему, это, ну, просто лучший вариант. Просто еще прикол в том, что покупая Xbox Series S, который стоит всего лишь 27 тысяч, ты получаешь и Xbox One, и Xbox 360, и Xbox Original, поскольку в этой консоли есть обратная совместимость. Короче, я безумно рад за то, что теперь за счет такой цены как можно больше человек шагнут в Next Gen и будут, так скажем, играть в новые игры. Но теперь же, после того, как Xbox сделал шаг, мне очень интересно посмотреть на шаг Sony, поскольку намечается очень жаркий старт нового поколения. Ибо, знаете, Sony тоже не промах, и либо они все-таки дожмут конкуренты эксклюзивами, либо пойдут продавать себе консоль в убыток. Ну, чтобы хоть как-то догнать Xbox в плане цены. На этом, в принципе, все. Вот такой вот видос. Если вы, в принципе, согласны со всей этой ситуацией, прожмите лайк, подпишитесь на канал и напишите самое главное ваше мнение на этот счет. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok